Смотрите, цапка сверху. Подтекает масло. Девочку возьмите, эксплуатация запрещена, обратно в гараж. Механику покажем. Пока сотрудники дорожной полиции скрупулезно проверяют машины, водители заметно нервничают в сторонке, думая, придется или нет платить штраф. Затошный инспектор проверяет все, свет, кнопку вызова водителя, аптечку и огнетушитель. Одного шофера уже выпустили на линию. Однако полицейским показалось, что автобус поехал как-то неуверенно и его вновь останавливают, просят думать в алкотестер. Показатели в норме и водитель приступает к работе. В других же автобусах проверка выявила нарушение. За утро шесть машин вернули в депо. Водителей и должностные лица оштрафованы. Был один штраф за нечитаемые регистрационные знаки, да, стерты государственные регистрационные номера, что как бы плохо влияет, не видят инспектора. Свет прибора, это у нас плохо работают, лампочки плохо меняют. Была утечка масла с гидроусилителя руля. Такие рейды ГИБДД проводит регулярно по графику. Однако в ближайшие недели количество проверок будет увеличено. Такое поручение дал солдовикам Александр Худиванин в связи с недавним серьезным ДТП в столице Карелии. Напомним, на прошлой неделе водитель маршрутного автобуса внезапно потерял управление и пересек проезжую часть и врезался в дерево. В результате аварии были госпитализированы 12 человек. Рейды по проверке перевозчиков пройдут на дорогах Петрозаводска в ближайшие дни. Но инспекторы говорят, что в их компетенции проверка соблюдения правил дорожного движения и технического состояния. Все прочие жалобы следует адресовать мэрии, заключавшие договоры с перевозчиками. По грязным автобусам, курение в автобусах, обращаться надо непосредственно в мэрию города Петрозаводска, в отдел транспорта, поскольку они курируют данное направление, они заключают договора, они предъявляют претензии к перевозчикам. Всего с начала года инспектор ДПС Петрозаводский выявили 198 нарушений, связанных с неудовлетворительным техническим состоянием автобусов. Оштрафовано 22 должностных лица. Чтобы усилить надзор над деятельностью перевозчиков, глава Карелии поручил региональному госкомитету по транспорту создать межведомственную рабочую группу, которая займется борьбой с нарушениями в сфере пассажирских перевозок на автотранспорте. В группу войдут представители самого комитета, ГИБДД, госавтонадзора, Минобразование и предприятия «Карелавтотранс». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова